Два друга хорошенько выпили, легли отдыхать, на утро проснулись с жесточайшего похмелья. Один из них практически не умеет разговаривать, у него жесточайшая засуха во рту, у него там работает цементный завод. Аквариум выпил еще ночью, пытается обратиться к своему другу за помощью, получается очень плохо, рот практически склеен, получается вот такое. Кока-кола? Сейчас куплю. Ушел в магазин, возвращается через 6 часов, этот его честно ожидает, увидел своего друга, воспрял надежды, наверное принесли попить. Ай, мама! Кока-кола? Валентин, Кока-кола закончилась, я купил тебе печенье. Мой кум Михалыч работает егерем, весь в шрамах. На руке у него два параллельных шрама, это волк клыками. На груди 4 параллельных шрама, это медведь когтями. На всю спину 10 параллельных шрамов, это теща граблями. Раньше Михалыч понимал язык зверей, теперь не понимает, закодировался. Все, не поет, не пляшет, голым лес не инспектирует, короче, рутина. На дня к нему в охотхозяйство прибыла группа немцев, охотники-любители, 8 голов. С утра провели инструктаж, взяли ружья, пошли. Охота началась удачно. Для гримписа. После того, как Ганс 30 раз стрелял в зайца, мы поняли, что косой в косого не попадет никогда. Тут из-под ног немца взлетел одинокий худой перепел. Немцы, вскинув 8 стволов, открыли стрельбу на поражение. То, что перепел был поражен, такой стрельбой было понятно сразу, потому что улетая, он обгадил немцев с головы дано. Короче, когда мы вернулись в лагерь, из трофеев у нас был только погибший от поноса перепел. Чтоб подботрить немцев, я решил рассказать им охотничью байку, как можно охотиться на зайца с помощью кирпича. Кладешь на зайчью тропу кирпич, посыпаешь его перцем. Заяц бежит по тропе, видит кирпич, думает, что это морковка. Подбегает, нюхает кирпич, перец попадает ему в нос. Заяц чихает, бьется головой об кирпич и погибает. Немцы выслушали историю с каменными лицами. На следующий день выдвинулись в лес пешком. Через каждые 10 минут немцы требовали привала. На седьмом привале я потребовал объяснений. Оказалось, что рюкзаки у немцев полны перца и кирпичей. Так ничего не застрелив, мы вышли к лесу охотиться на уток. С юмором у немцев оказалось совсем хреново. После трехчасовой бесполезной стрельбы по уткам, я им сказал, что или утки высоко летают, или не низко подбрасывают собаку. Немцы даже не улыбнули. И когда в следующий раз над ними взлетели утки, я увидел, как собака Михалыча летит им навстречу. Глаза у собаки были как блюдца. Утки, увидев летящее навстречу животное, стали нестись прямо на лету. Причем неслись утки обоих полов. И собака тоже. Так ничего не застрелив, мы пришли в лес и устроили небольшой пикник. Тут неподалеку на пригорочек вышел огромный медведь и стал чесать спину о березах. Ганс дуру выстрелил в медведя утиной дробью. И случилось страшное. Он попал. Медведь не вынес столько фамильярности и кинулся в воду в нашу сторону. И я понял, что попали мы все. Обычно медведи плавают по собачьи. Оказалось, что обиженные медведи склонны к батерфляю. А испуганные немцы склонны к галопу. Они перебежали речку, не замочив штанин. И растворились на деревьях в близлежащем лесу. Медведь кинулся было на пару деревьев, но немцы шустро переспрыгивали с ветки на ветки. В глазах косолапого читалось удивление. Таких белок он еще не видел. После этого незваный гость распотрошил все наши рюкзаки, сел на немецкую губную гармошку и стал пожирать наши припасы. Когда тушенка, сгущенка, хлеб и мыло были съедены, губная гармошка под медведем вдруг заиграла. Медведь выдувал музыку минут сорок. Потом он обильно пометил все наши вещи и ушел в чащу. Вещи, которые находились на нас, мы пометили сами. Трое суток мы пытались манить немцев с деревьев. Мы жрали у них на глазах баварскую колбасу, шнапс и пиво лили с рекой. Спасибо кредит гиганца. Мы даже уговорили местную повариху Надю побегать голой вокруг деревья. Но немцы не сдавались. Пока на запах шнапса не прилетел вертолет МЧС и не сдул немцев с деревьев. Сейчас они уже проходят реабилитацию в местной ветеринарной клинике и уже идут на поправку. Да, пока жива Русь-матушка. Кто к нам за трофеем придет, тот сам трофеем может стать. Спасибо.